МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухаралиева. Здравствуйте. Вначале короткое главное. По подозрению в коррупции в Ростове задержаны руководители областного УФСИН во главе с Муслимом Дахаевым. В Хищении миллионов в школе-интернате Махачкалы в фонде оплаты труда недосчитались 44 миллионов. Прозрачный бизнес. Многие предприниматели Дагестана не исполняют требования закона о переходе на онлайн-кассу. О результатах рейда налоговой инспекции расскажем через несколько минут. Интуитивный футбол. В Махачкале прошел товарищеский матч между командой дагестанских спортсменов и сборной вискинки среднеслабовидящих. Бывший начальник дагестанского УФСИН задержан в Ростове. Об этом сообщают сразу несколько федеральных и региональных изданий. Кроме Муслима Дахаева в ходе спецоперации задержано все руководство главного управления УФСИН по Ростовской области. По предварительным данным, это может быть связано с коррупционной составляющей. Муслим Дахаев перешел на работу в Ростовскую область в июне 2018 года. До этого возглавлял тюремное ведомство Дагестана с 2005 года. В школе-интернате Махачкалы выявлены хищения на 44 миллиона рублей. По данным прокуратуры, главный бухгалтер специальной школы-интерната второго вида похитила деньги из фонда оплаты труда. Почти 19 миллионов рублей она начислила себе и заместителям директора под видом заработной платы. Еще более 20 миллионов рублей попали на счета людей, вовсе не работающих в учреждении. Все незаконно перечисленные деньги были обналичены и похищены. По данному факту возбуждено уголовное дело. В крымском лагере «Артек» найдена мертвая 15-летняя школьница из Махачкалы. Установлено, что девочка накануне вечером легла спать, а сегодня утром была обнаружена мертвой. По данному факту возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они допросят воспитанников и сотрудников лагеря для детального восстановления обстоятельств дней предшествующих смерти школьницы. На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления по Республике Крым и Городу Севастополь во углове с руководством ведомства. Назначены все необходимые экспертизы, которые установят причину смерти школьницы. В ближайшее время следователи допросят детей и сотрудников лагеря. Детально установят обстоятельства всех дней предшествующих смерти школьницы. Многие предприниматели Дагестана не исполняют требования закона о переходе на онлайн-кассу. Он вступил в силу еще в 2017 году, но за это время количество установивших аппаратур нового образца явно недостаточно. Сотрудники налоговой службы проводят рейды в торговых точках с целью разъяснительной работы. Подробности проверки у Патимат Ханаповой. Старая касса уже внезаконна. Владельцы торговых точек теперь должны установить аппараты нового типа. Налоговики советуют поторопиться. Сейчас рейды имеют разъяснительный характер. Однако затем в отношении незаконопослушных владельцев будут применены санкции. Мы вот пока ходим, не штрафуем. Наша задача именно донести до людей, объяснить, что есть требования такие по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и по применению КГТ. Поэтому это больше, но сейчас наша работа информационно-разъяснительный характер. Поэтому три месяца это уже большой срок, когда уже можно было привести свои документы в соответствии в порядок. Мы не штрафуем, но надеемся, что в ближайшее время все-таки придете в порядок. Во время рейда оказалось, что у некоторых нет кассового аппарата. Причины разные. Кто-то просто не знал, кто-то не успел. Так, у нас совместные мероприятия, значит, вот советское налоговое и управление. Вот мы сейчас хотим ваши документы тоже посмотреть. У меня нету с собой. А контрольная кассовая техника? Угу. Потому что открылась только недавно. Ну а в чем проблема? У вас вообще документов нет? Нет, еще нет документов. Ты сегодня просто не успела пойти на налоговое? Ну вот надо это обязательно. Обязательно, потому что без регистрации никак нельзя. Регистрация в качестве идеального предпринимателя и установим кассу. А когда? Когда по ней? Ну вот на этой неделе я уже пойду. Давайте договоримся, мы будем регулярной частотой проводить эти мероприятия, рейды, чтобы мы к вам пришли повторно, чтобы у вас уже все было в законном порядке. Есть и те, кто имеют кассовые аппараты в наличии, но не применяют. В связи с этим налоговики призывают граждан требовать чеки при совершении покупок. Здесь, в этой части, хотелось бы обратиться ко всем жителям нашей республики, чтобы мы сейчас совместно с молодежными организациями реализуем такой проект «Чистый бизнес». Мы вовлекаем наше население на контроль, на гражданский контроль по вопросу применения ККТ. То есть мы призываем граждан требовать кассовые чеки. Именно наличие кассового чека у гражданина любого является его защитой, его интересов в случае, если ему товар был продан низкого качества. Контрольный кассовый аппарат с подключением к интернету обязан иметь каждый предприниматель. Он позволяет оперативно отправлять данные о расчетах в налоговые органы. Таким образом, бизнес становится максимально прозрачным. Потомные рейды налоговые инспекторы будут проводить на постоянной основе. По тематам Анапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. В Дагестане начнут развивать гириатрическую помощь. Это направление специализированное на оказание медицинских услуг пациентам пожилого возраста. В республике в этом году открылся гириатрический центр и шесть кабинетов. Об этом на конференции, посвященной реализации федерального проекта «Демография», сообщил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов. В ее работе приняли участие ведущие специалисты практически из всех республик Северокавказского федерального округа, а также Москвы. Дагестан сегодня занимает лидирующие позиции в стране по продолжительности жизни. Однако, как подчеркнул министр, нельзя останавливаться на достигнутом. Со следующего года медработники начнут проводить дополнительные обследования граждан старше 65 лет. Во-первых, Дагестан – это регион, где продолжительность жизни одна из самых высоких. Это первое. Второе – это регион, где очень уважительно относятся к пожилым, и где гириатрия, конечно, занимает особенное место, и это чувствуется. Ну и, конечно, еще один аргумент – это то, что сегодня мы в Тагестане начинаем развивать новую службу, которая называется гириатрическая служба, гириатрическая помощь. Это помощь гражданам старшего возраста, которая ориентирована на то, чтобы сохранить им не просто здоровье, а сохранить их активность, сохранить их независимость. Сокращенные рабочие недели теперь будут у женщин, работающих на селе. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Теперь оно не должно превышать 36 часов в неделю. Заработная плата при этом сохраняется. Сегодня отмечается Международный день слепых. Дата, призванная привлечь внимание людей к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. Так, в Махачкале прошла выставка-ярмарка, приуроченная к этой дате, где свои работы представили воспитанники спецучреждений для незрячих. На мероприятие побывала и моя коллега Зумруд Гамидова. В этом зале те, для кого окружающий мир ограничен лишь четырьмя чувствами, исключая зрение. Они преодолевают трудности и помогают друг другу. Не секрет, у тех, кто ограничен в зрении, безгранична способность все краски окружающего мира чувствовать сердцем. 15-летний Шамиль поет и играет на музыкальных инструментах с шести лет. Говорит, что любимое занятие помогает ему расслабиться. Мне с детства нравилось петь, играть. И вот, с шести лет я уже пою. Меня научил народный артист Дагестана Адамагомед Амирсиндиков. В экспозиции были представлены сотни изделий детишек из разных районов республики. Эти дети, ничем не уступая обычным зрячим, сумели продемонстрировать на выставке подделки из самых разных жанров искусства. Здесь и картины, и вышивки, и вязания, и мягкие игрушки. Все сделано с любовью и большим мастерством. Когда начала ходить в школу, по урокам, трудам, я начала учиться и делать всякие подделки. А что больше всего тебе нравится? Ну, шить нравится и делать всякие подделки. Самому младшему участнику 8 лет, а самому старшему 64 года. Сережудин Геледов прославился на всю республику своими пандурами. В молодости любил играть на инструменте, теперь делает их сам. Сережудин признается, что увлечение приносит ему и дополнительный доход. Хоть чуть-чуть зарабатываю тоже. Продаем пандуры, чтобы на пенсии как прожить. 5, 6, 8, смотря на пандур, продаем тоже на месяц деньги, хоть на 5 тысяч получаю тоже. Занятия творчеством ребятам просто необходимы. Ведь так у них развивается художественный потенциал. Кроме того, жизнерадостные работы заряжают окружающих позитивом и вдохновляют на новые свершения. У них огромный творческий потенциал. Далеко не все из нас имеют такие навыки, имеют такие возможности сделать вот такие подделки. И когда смотришь на их работы, то видишь их стремление через свою творческую интуицию, через такое позитивное отношение к жизни, как бы определить свой путь, выразить себя. Выставка продолжит свою работу до 27 ноября. Здесь посетители смогут не только познакомиться с творчеством незрячих авторов, но и приобрести их работы. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Отсутствие зрения для незрячих – это не повод опускать руки. И многие из них занимаются не только творчеством, но и спортом. Так в Махачкале прошел товарищеский матч между командой дагестанских чемпионов и сборной республики среди слабовидящих. В равных условиях. С повязкой на глазах профессионалы оказались бессильны перед инвалидами по зрению. Как развивались события в этой увлекательной игре расскажет Курбан Рагимов. Прорыв по флангу, выход 1 на 1 и гол. Команда слабовидящих спортсменов открывает счет в матче. Конечно, условия этой встречи привычны не для всех. Чтобы игра была максимально честной, участники надели непросвечивающие маски. В интуитивный футбол играют по правилам обычного. Главное отличие – вот этот вот мяч. Внутрь него помещена специальная так называемая погремучка. И он практически не отскакивает от земли. Дела у футболистов в желтой форме сегодня складывались получше. Юрки и нападающие были неудержимы. Профессионалы время от времени даже прибегали к хитростям. В обороне у звезд мастера-международники по вольной борьбе и боксу. Впереди ведущие форварды республики. Но на поле все эти регалии дремтиму не помогли. Здесь свою роль сыграла практика. Я бы что-то вообще неизведанное попробовал в первый раз. Это удивительно, как люди могут так играть. Честно говоря, я в шоке до сих пор. Я говорю, для нас это лишний раз повод еще больше ценить жизнь. Я благодарен им и благодарен организаторам. На самом деле это большой героизм, когда люди не унывают, люди наоборот мотивируют многих других. И показывают на своем примере, что человек, который плохо видит даже, и очень хорошо играет в футбол, и позитивно относится ко всему, и наслаждается миром так, как он может. Это очень, на самом деле, мотивирует нас, тем более, которые мы всю жизнь занимаемся спортом. Нам очень приятно сегодня такой маленький вклад в такое хорошее мероприятие внести. Организаторы рассказывают, идея провести благотворительный матч пришла спонтанно. Сразу же подключились спонсоры, которые поощрят сборную игроков с инвалидностью ценными призами. Вот этот мяч уже обратили внимание, шумит. Он как-то под руки попал, слышал для чего, как бы поинтересовался. И решили, а у нас моего друга просили директор парка организовать какое-то благотворительное мероприятие на этом поле. Вот решили для незрячих, славовидящих провести такой благотворительный матч со спортсменами. Несмотря на так называемую игру в одни ворота, матч по зрелищности выдался интересным и насыщенным. Равнодушным не остался никто. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал НМТ, Махачкала. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова